Девушки отдыхают Прямо сейчас в прямой эфир выходит программа «Формула юмора», чему я несказанно рада, потому что сегодня вместе с вами эту формулу буду рассказывать я, Мария Ост. Дорогие друзья, в течение ближайших полутора часов мы, как обычно, дарим друг другу позитив, хорошее настроение, радость и счастье. Общаемся с моим сегодняшним приглашенным гостем, а сегодня это гости. Делаем это в компании с качественной музыкой отечного производства, я надеюсь, в вашей компании. Записывайте телефон прямого эфира, если кто не знает, 276 29 49, код Москвы 495, и звоните к нам в студию с вашими приветами, поздравлениями, пожеланиями, быть может даже заданиями, а главное вопросами. Мы всегда вам очень рады ждем ваших звонков. Прямо сейчас поставлю вам видео, которое расскажет о моей сегодняшней потрясающей гостей. Это актриса юмористического жанра, бывшая КВНщица, хотя КВНщиц бывших не бывает. Обаятельная и привлекательная Елена Борщева появится у меня в студии прямо сейчас, а мы посмотрим ее видео, которое говорит о ее безграничном юмористическом таланте. Смотрим. Дорогие друзья, это программа «Формула юмора» на телеканале Юморбокс. Прямо сейчас вы увидели, какая гостья сегодня будет у нас в эфире, мы ее ожидаем. Она вот-вот-вот появится у нас в студии, такого человека стоит подождать. А пока интересная информация для вас, дорогие друзья. Сегодня 3 февраля, пятница, все в ожидании выходных, настроение замечательное, но замечательное настроение еще и потому, что сегодня такие праздники, как День волшебства варежек на резинке. Кто это придумает, иногда думаю я, но я думаю, что все в детстве носили варежки, чтобы не теряли их детки маленькие, их вешали на резинку. Так вот, сегодня этот день этим запомнился. Я не знаю почему, но вот именно отмечают, что День волшебства варежек на резинке именно 3 февраля. Также сегодня День героев Мозамбик и именины у Агнии, Валериана, Евгения и Максима. Дорогие телезрители, если среди вас есть эти люди, мы вас от всей души поздравляем, желаем вам только хорошего настроения, света, юмора, добра и счастья. Прямо сейчас та интрига, о которой я вам говорила, моя сегодняшняя потрясающая гостья готова появиться здесь и сейчас. Она уникальна во всем, поэтому ее появление будет также нестандартным. Она не просто появится после видеоролика здесь, а прямо сейчас она появится здесь и сейчас. В студии появилась Елена, Леночка, зрители должны увидеть. Я сейчас в колесо, как я разочаровала, что я появлюсь неожиданно. Так и случилось, спасибо тебе огромное, что нашла время. Мы только что с телезрителями посмотрели твое видео, которое рассказывает о твоем безграничном юмористическом таланте. Талантливый человек талантлив во всем. Друзья, но если вы только что включили телеканал Юрморбокс, я напомню, уже начинаю заговариваться, потому что хочу многое у Елены спросить, вам рассказать и вообще. Сегодня в гостях актриса, квенщица Елена Борщева. Если у вас есть к ней интересные вопросы, предложения, пожелания или может быть даже задания, мы готовы, дорогие друзья. Звоните к нам по телефону. Hola amigos, como está? По телефону прямого эфира 276 2949, код Москвы 495. А мы пока начинаем общение. Леночка, выглядишь потрясающе. Спасибо, Взаимна. У нас сегодня программа «Формула юмора». И вот задать первый вопрос хочется вообще. Разгадала ли ты свою формулу юмора, которая присуща именно тебе? Нашла ли ты ее? Может быть вопрос глупый от блондинки? Ну, если говорить о моем образе, то я вообще преподаю юмор, у меня есть мастер-класс «Как развить себе чувство юмора». И как раз-таки вот есть такой прием в юморе, о котором я тоже рассказываю, как правила контраста. Когда ты говоришь несвойственные вещи, ну, с несвойственной эмоцией. И именно мой образ построен на том, что я говорю с каменным лицом какие-то, например, там «Я люблю тебя», я вся говорю от желания. Ну, то есть вот такие вещи, которые, казалось бы, надо говорить эмоционально, да, я говорю абсолютно. И хороший пример еще, например, в разных французских комедиях с Луидом Финессом, когда, ну, один преступник ловит, ну, там, не знаю, или полицейский ловит другого. Очень много людей, да, он не может показать, да, что он, и он так тихонечко его хватает за шкирку и говорит «Я сейчас тебя прибью» на улыбке, да, потому что ему нельзя на публике показать там свое отношение настоящее. Вот, и я думаю, что в моем случае это именно вот этот прием. Потому что твой вообще прием, он, мне кажется, вот никому не покорился настолько ярко и вот не запомнился, как он к тебе вот вообще вот этот прием. Да, я знаю. И больше таких личностей нет. Этим, друзья, я еще раз хочу подчеркнуть уникальность моей сегодняшней гости. Лен, вот скажи, пожалуйста, вот сейчас просто заговорили о формуле юмора и вот о каких-то примерах, которые можно подчеркнуть из классики. А вообще вот, как ты считаешь, юмор можно научить? Или это либо есть у человека, либо нет. Хотя, наверное, и зайца можно научить. А ты ему чего хочешь? Понимаешь, я веду этот мастер-класс, и я в это верю, что человеку, вернее, у каждого человека есть это чувство юмора. То есть нет такого, что какой-то ген отвечает за чувство юмора, одному человеку передается, другому нет. И чувство юмора зависит от среды, где живет, где растет, где общается человек. То есть у меня много очень примеров людей, которые приходят ко мне на мастер-класс и говорят, мы раньше там веселились, хохотали, а сейчас там работаем в банке. Никто наш юмор не понимает. Вот, поэтому я считаю, конечно, что чувство юмора можно развить. И нужно развивать. Да, я приглашаю вас всех на мой мастер-класс, который состоится 21 марта. Все подробности на моем сайте борщева.ком. Да, кстати, вот раз уже заговорили о сайте, где еще в социальных сетях ты есть, где можно найти, написать что-то? Вообще, вот ты как-то общаешься со своим? Я, у меня есть и контакт, и фейсбук, конечно, но номер один, это, конечно, инстаграм, так что подписывайтесь, пишите в директ, Лена Борщева. Лен, ты сама отвечаешь, или какие-то специально обученные люди сидят? Я веду сама инстаграм, то есть пока это мне доставляет удовольствие, и у меня есть на это время, вот, поэтому из первых уст, так сказать. Да, друзья, это вот и не пара уже сейчас, такая, можно сказать, опция, потому что очень многие публичные люди доверяют это определенному человеку, и он сидит и пишет. Ну, вообще, может быть, ну, кому-то, ну, как бы всем публичным людям, на самом деле, это необходимо, но у кого-то, да, действительно нет времени или нет фантазии, чтобы что-то как-то вести свой блог. Вот, я люблю это делать, очень мне это нравится, поэтому и всегда стараюсь отвечать на комментарии, и там где-то в директе, вот. И также на сайте есть форма, которую как можно написать, да, и эти письма в первую очередь читаю я. Так что, друзья, Елена Борщева, вот в инстаграме также, Елена Борщева, да? Если по-русски забивать, то есть, ну, как имя, фамилия, да, а если именно аккаунт, то Лена Борщева в одно слово. Буква ща четырьмя согласными буквами, очень легко найти. В общем, я в малиновой шляпе. Подписывайтесь. Да, друзья, подписывайтесь, я уверена, после нашего эфира я сейчас прямо... Так, сейчас, прямо, мы сейчас замерим, подождите, замерим количество подписчиков. Ну-ка, ну-ка. Сейчас у меня 73 700. Нехило, я вам скажу. Вот, так что давайте, смотрите. До сотни, друзья, до сотни мы должны дотянуть после завершения эфира, чтобы Лена пришла к нам еще вновь и вновь, и мы с ней пообщались о самом, о самом, что вам интересно, что нам интересно. Леночка, смотри, по поводу того, как сейчас, вот мы обязательно об этом поговорим, но хочется поговорить, как было. Вот вообще, как ты, девушка, которая училась на лингвиста, иностранные языки, английский, второй у тебя язык... Эспаньола. Эспаньола. Как тебя затянуло в опасную трясину КВН? Ага, а потом шел бизнес, да? Как-то мне погодит. Ну, на самом деле, вот что-то во мне такое было, я хочу сказать. И тоже вот я говорю, что важно, где растет человек, с кем общается. У меня дома очень такая, очень творческая семья. Меня воспитывала мама и бабушка. Мама очень хотела поступать на актерский факультет, но вот, к сожалению, родители ей запретили, но в ней это все... Ну, реализовала все дочь, еще как реализовала. Вот, бабушка с отличным чувством юмора тоже, Царство Небесное. Вот, и мы всегда ставили... У меня часто приезжала моя двородная сестра, мы всегда делали сценки, делали театры, выступали, читали стихи. То есть у нас были домашние концерты регулярно. И в школе тоже я шутила на уроках уже как-то, даже стала комментировать там учителей и так далее. Даже мне маму однажды вызвали на ковер к директору, хотя я училась на отлично. Потом, когда я поступила, очень мне нравилось и учиться, я очень хотела изучать испанский. Но в какой-то момент вот как-то мне захотелось как-то в чем-то еще себя проявить. Я участвовала, то есть у нас тоже очень творческий факультет, я училась в Пятигорске. И как-то та вот попала, пришла, случайно увидела надпись на кастинг как раз-таки в сборную команду КВН. Ну, не Пятигорск, а именно нашего университета на тот момент. То есть вначале началось все вот постепенно, вначале в университете, а уже потом в общую сборную Пятигорска, как получилось, уже когда показывала какие-то успехи. Ну, это очень короткий промежуток времени прошел, потому что вот буквально, ну, мне сказали, да-да-да, тебя взяли, значит, в декабре там. Я в одном вот концерте поучаствовала, причем у меня такая была вообще эпизодическая роль уборщицы. Ну, как, все начинаются уборщицы, так как вы хотели. Маленьких ролей не бывает, да, бывает роль уборщицы, а потом... Да, это вот было в декабре, а буквально в январе мы уже поехали на зимний фестиваль КВН в Сочи. И уже там, ну, видимо, уже на меня такие далеко идущие планы были. Тогда уже был номер, когда меня били сырой рыбой по голове. Вот, и вот началась моя слава, ну, пока на тот момент в узких кругах КВН-овских, то есть, когда меня встречали в Сочи, и ребята говорили, это тебя били сырой рыбой по голове? Я говорю, да, ух ты, круто, мы так смеялись. И я думаю, ничего себе, чтобы тебя начали узнавать, тебя должны побить сырой рыбой. Ну, друзья, путь к славе тернистый и непростой. Да, и сразу вот меня, нашу команду пригласили играть уже в официальной лиге КВН в Харькове. И тогда уже была сформирована сборная города Пятигорска, в которую я, естественно, вошла. Лена, я читала в одном из твоих интервью, что многие шутки, ведь КВН-щикам очень часто шутки пишут. Есть какие-то люди, которые райтеры, да, как вот пишут иногда текст на телевидении, так же вот. А ты очень многие свои шутки сама генерировала, придумывала. Вот, то есть, получается, это не только умение воплотить это и сделать это смешно, а это умение еще это все придумать. Вот, то есть, откуда вот ты это черпала? Не только воплощение, но и вообще идею самого шутки. Да, ну, конечно же, это тоже, тоже это все я развивала, потому что я уже начала общаться с КВН-щиками, которые, ни слова, так шутка, да, и я... То есть, это особый вообще мир, да, это вообще особый мир, да, и я, то есть, КВН-щик видит издалека и, конечно, понимает, да, понимает его. И уже, когда ты смотришь, как люди реагируют, на что люди реагируют, да, ты уже понимаешь, что вот нужно сделать так, чтобы посмеялись. И почему я потом уже вывела эти правила, сделала мастер-класс, чтобы рассказать вот обычным людям. Это мастер-класс для обычных людей, не для профессионалов. Вот, и, конечно, да, ну, там первые шутки, которые я придумала, это были, ну, просто какие-то там на сцене бы репетировали и какие-то, можно сказать, добивки, что-то, потому что все равно в основном писали ребята. А потом уже, да, потом уже, вот, когда я готовила свой стендап-концерт, ну, уже там, ну, где-то половину, наверное, я писала уже сама и нарабатывала выступлениями. То есть смотрела, как люди реагируют. Иногда даже просто импровизация, да, она потом входила у меня уже в сценарий, потому что она оказывалась удачной. Когда ты поняла, что вот уже, играя в КВН, когда уже появились первые вообще победы получаться стало, зрители узнавать, вот когда для тебя был тот этап, переломный момент, когда ты поняла, что ты не хочешь там связывать свою жизнь дальше, быть переводчиком, то есть вот лингвистом, а хочешь именно стать актрисой, развиваться дальше вот в этом направлении юмора, КВНа, вот стать общественным человеком, публичным человеком, вот, и связать свою жизнь вот в этом направлении. Когда у тебя этот перелом состоялся? Или ты до сих пор говоришь, что нет, друзья, вы скоро меня неизвестовали с КИЗом, лингвистом еще увидите, узнаете? Нет, на самом деле... Или это будет какое-то юмористическое направление? Лингвистическое, да, нет, я хочу сказать, что вот многие говорят, почему вот у вас такие вот шутки такие вот интересные, такие необычные, то есть вот потому что мы практически все, особенно вот в основном авторская группа, мы все лингвисты. И, конечно, игра слов, то есть очень много, да, ну то есть мы изучали латынь, то есть много всего, да, и я очень на самом деле рада и горжусь, что я знаю испанский язык, да, и могу преподавать, и это профессия, которая, она, ну, останется со мной на всю жизнь, и сейчас, в данный момент, сейчас я реализую эти свои способности. Можно даже для испанцев мастер-класс делать, да? Почему нет? Мы можем набрать русскую группу, испанскую, английскую, друзья, научим шутить всех. Да, я, кстати, да, в Лос-Анджелесе выступала со стендапом на английском языке, например. Друзья, вы только подумайте вообще, некоторые по-русски-то шутить не умеют, а вот Леночка умеет. Когда мне сказали, надо ей репетитор, я говорю, какого репетитора, я же сама могу ее подтянуть по английскому языку, вот. А когда переломный момент, он был, конечно, на самом деле у меня дядя работает, ну, как бы я тоже говорю, ну, попросила его, говорю, помоги мне с работой, вот. И он работает на лайнерах, ну, кругосветные путешествия, вот. И, ну, в общем, я там еще получила диплом, что я могу работать на лайнере, вот. И была работа, и он говорит, ну, вот есть работа. И как раз-таки этот момент был, когда мы вышли в полуфинал высшей лиги. И я тоже вот думала, я думаю, как вот бросить, да, все, то есть у меня зрители ждут, что я появлюсь. И я отказалась от работы, ну, конечно, не пожалела, потому что это дало мне гораздо больше, чем если бы я оставила КВН. Ну, то есть вот эту всю историю ты помнишь, когда вот нужно было делать выборы, ты его сделала. Да. Друзья, и все получилось, потому что команда сборная Пятигорска стали чемпионом высшей лиги. Лен, то есть я думаю, что это твоя во многом заслуга, потому что ты неотъемлемая часть этой команды. По-моему, ты была единственная девушка, да, то есть вот, которая брала на себя все внимание, аудиторию. На сцене, да, потому что, конечно, у нас были девушки, которые помогали. Мы сейчас говорим о том, как команду видел именно зритель. Так что, друзья, это просто высший класс, высший уровень, и мы готовы дать вам какие-то советы, рассказать что-то, ответить на ваши вопросы. Так что звоните. Прямо сейчас мы посмотрим очередное видео моей сегодняшней героини. После него продолжим общение. Не переключайтесь, самое интересное впереди. Дорогие друзья, в прямом эфире на телеканале Юморбокс. Формула юмора. Сегодня мы ее разгадываем с потрясающей Еленой Борщовой. Актрисой, квенщицей, очень обаятной девушкой. Только что посмотрели ее видеоклип. Друзья, вы не ослышались. Да, действительно, талантливый человек, талантлив во всем. Лена еще и запела. Причем сделает очень задорно с юмором, с самой иронией присущей ей. Деночка, расскажи вообще, как ты обнаружила себе таланты, соловья, певца? На самом деле, я, во-первых, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Кстати, на минуточку, друзья, я просто одну ремарку скажу. Лен, все же то, что ты делаешь, это сугубо профессионально. То есть, если это шутки, потому что Лена лингвиста знает, как эти слова взаимодействуют. Если это песня, музыкальное образование. Друзья, в общем, все не просто так. Все, я замолкаю. И это, во-первых, про музыкальную школу я сказала. Во-вторых, когда я училась в музыкальной школе, я пела в вокальном трио. У меня голос Альт, да. Но самое смешное, что везде, конечно, в моей жизни присутствует юмор, что фамилия участниц, фамилия участниц этого трио была, ну, то есть, Борщева, да, это самое менее смешное, что было. Вторая девочка была Лена Страх. И третья Ира Дубяга. То есть, а трио называлось Ручеек. Встречайте, трио Ручеек. Ирина Дубяга, Галина Страх и Ирина Борщева. Ну, знаешь, Борщева, да, действительно, самое такое лайтовое. Лайтовое. Да, потому что это напоминает фильм ужасов. Трио Ручеек. И выходит, да. Лен, ну, а вообще, все-таки, вот, сделать вот это вот, ведь многие очень, действительно, даже вот Александр Рев, он тоже стал просто Артур Пирожков, это просто бренд. Вот, как ты вот пришла, что вот, может быть, действительно, как-то тоже в этом серию, вот, мы только что, друзья, в кулуарах нашего эфира. А пока вы смотрели видеоклип, говорили с Леной, что она планирует даже, может быть, и вторую песню. Мы обещаем, что, я прям Леночку поймала на слове, что она придет к нам на эфир уже тоже со вторым материалом, мы сделаем презентацию, покажем его, конечно же, вам. А пока просто пред-интервью перед всем этим. Да, пред-интервью. Леночка, ну, то есть, как вообще ты созрела, вот, как эта идея пришла снять клип и вот, спеть? Ну, просто вот так совпало, да, что мы встретились со Стасом Костюшкиным. О, Стас у нас тоже была частая. Да, разговорились, в общем, да, и он, получается, что, ну, совместно, да, написали, то есть, я соавтор слов, вот, совместно написали эту песню, а давай прикольнемся, давай. Вот, и так и получилось, и все вот, и с, как раз, клипом все совпало. Клип, друзья, снимался на минуточку, если кто не заметил, в Голливуде. Ну, не только в Голливуде, и в Москве, и в Панаме. И даже в Панаме, но вот в Голливуде уже звезда Елены Борщевой, она уже готовится, вот, уже гравировка сделана, скоро-скоро будем уже, так сказать, присутствовать на установке этого важного события. Нет, ну, то есть, это действительно был такой совместный ваш порыв, и написали, сделали, и получилось классно. Да, да, получилось классно, и самое интересное, что многие там пишут отзывы, что, говорит, эта песня зомбирует, говорит, у меня офис, как послушали, пели, пел целый, говорит, весь офис еще неделю, говорит, или две, пел эту песню, потому что, ну, так. И, ну, и, наверное, мне близка тема кастингов, да, почему именно кастинг, и, наверное, многим людям, потому что, даже, когда ты приходишь, просто устраиваться на работу, да, собеседование, это то же самое кастинг. Если вы будете петь эту песню, кастинг, вы пройдете, хорошо, Тлену, у меня ожидается кастинг очень скоро, я знаю, с какой песней я туда приду. Кастинг! Нет, да, расскажу тебе, как делаешь, открываешь двери и говоришь, здрасте, здрасте, и я к вам пришла на кастинг. Все, держите, продюсеры, я иду, меня прям вот вооружили очень важной деталью глобальной, уверенно, все получится. И всем советуем, если кому предстоит, Леночка, ну, знаешь, не могу тебя не спросить, то, что КВН сегодня будем возвращаться, это глобальная вообще часть нашей жизни, ни одно поколение выросло на этом. Вот скажи, пожалуйста, вот эта вот пресловутая фраза, которая уже пошла, как говорится, в народ, КВН уже не тот, вот ты можешь с этим согласиться опровергнуть или вообще вот как-то это просто прокомментировать? Да это говорят стареющие, вялые, унылые люди, у нас таких нет, в которых все тяжело, и они уже просто, наверное, не понимают. Что они, это не тот, да, в каждом поколении свои шутки. Конечно, да. И что было смешно, ну, там, 30 лет назад уже не мечтается сейчас? Да, я согласна, я согласна, и, конечно, когда ты молод и, да, горячий, и смотришь, и молодежь, ну, как, получается, твои ровесники шутят про то, что тебе близко, про то, что тебе интересно, это, конечно, ну, всегда, чем, когда ты, вот тебе уже, там, не знаю, 40 лет, там, и ты смотришь на этих молодых ребят, и они шутят, не знаю, какими-то там странными, ну, мы-то знаем эти слова, там, разные твиттеры, перископы, там, и так далее, но люди многие, ну, не знают до этих слов, они говорят, что-то вообще КВН уже не тот, и я уже не тот, и трава не такая зеленая, и булочка не такая вкусная. Я бы не Юрий Соломонович придумал, да, то есть он в народе ходит и такой. Юрий Соломонович, он всегда молодой, всегда, восхищаемся, да. И то же самое Александр Васильевич, потому что они все общаются с молодежью, в общем, вот так. И заряжаются энергией позитивом, и смотрят, может быть, юмор-бокс, а кто знает, быть может. Леночка, скажи, пожалуйста, вот был грандиозный вот концерт, вы отмечали, и ты была на сцене, твой выход, зал просто лег, в смысле от восторга, от хохота, а то это была действительно емкая фраза, присущая тебе манера, о которой ты сегодня уже рассказала. Как вообще шла подготовка, вот раскрою вот это вот, как готовились к этому юбилейному концерту, который вот был, по-моему, в декабре 2016 года, вот совсем недавно. Да, 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 ну, в конце, наверное, ноября, снимали в середине ноября, и я помню, да, тоже, что где-то примерно летом мне позвонил Семен Слепаков и сказал, там, ты не против выступить? Я говорю, конечно, не против. Я только за. Да, ну, тогда выдели там пять дней до этой даты, я говорю, ну, хорошо, вот. Потом мы как раз тоже встречались с ребятами, виделись, говорят, ну, как мы будем готовиться? Я говорю, ну, как? Ну, то есть мы с Семеном на сцене, да, и, конечно, нам проще, потому что мы как-то вот все-таки в этом во всем, да, варимся. А ребята, которые, ну, многие авторы, да, в камеди, многие вообще занимаются другими делами, работают на госслужбе, серьезно, и так далее, вот. И для них, конечно, опять вот на сцене передавать микрофоны, то есть, как я помню, как мы репетировали, я не туда ушел, я не туда пошел, я не тому передал микрофон, то есть это, ну, когда ты в этом во всем, конечно, это все, ну, как легко и просто, и, конечно, очень сильно волновались, потому что Кремль, Кремль давит. И самые главные лица. Да, самые главные лица страны, но очень, конечно, благодарны нашему президенту, что он оценил нашу шутку, все СМИ написали об этой шутке, даже он ее перевел на себя, было очень приятно. А вот, Лен, как раз заговорили о том, что вот Семен Слепаков позвонил, а вообще с кем-то вот поддерживаешь отношения, с кем вот столько времени вместе и дошли, да, в высшей лиге победили вообще вот в обычной жизни как-то бывает? У вас встречи выпускников, так сказать? Ну, бывают, да, бывают встречи, как раз Семен их. Не просто знаешь, на мероприятии, ой, и ты здесь, и ты здесь, а вот когда вот именно вы собираетесь в своем конкурсе, вспоминайте вашу. Бывают, да, бывают специально, и на самом деле хотелось бы, чтобы это прямо было регулярно каждый год, ну, вот получилось, что у нас два года подряд, да, мы встречались прямо целенаправленно, специально, вот, а так, ну, общаемся, наверное, в соцсетях так же, как и все, потому что найти какое-то, да, чтобы все совпали по графикам, и главное, территориально, потому что многие живут в Пятигорске, сложно. Веночка, а вот такое, что вот, знаешь, молодые команды, вести какую-то команду, в чем-то помогать, вот есть такое в КВНе, и не предлагали ли тебе, а если бы предложили, согласилась бы или нет? Ну, то есть какие-то вот сейчас же есть лига, которая не выше лига, вот, называется она премьер-лига, и, может быть, какие-то команды, кураторство какое-то, вот. Такое вообще есть? Есть. Не более. Нет, есть, конечно, и многие КВНщики, которые, да, уже отыграли, они этим занимаются, они этим живут, мне предлагали, но, ну, не в премьер-лиге, да, там, ну, какая-то другая, или в московской лиге, или что-то, но я понимаю просто, сколько это нужно времени, и у меня, к сожалению, этого времени нет, поэтому я отказалась. У нас вообще сольная карьера, у нас тут кастинг, кастинг. Да, но у меня еще же дети. Да, это вообще-то не то, что у меня еще. Друзья, вот эта потрясающая девушка в уникальной, вообще, в замечательной еще форме, мама двоих потрясающих дочек, двух вообще просто самых замечательных ангелочков, и, Леночка, ну, не могу не сказать, что вторая доченька родилась, когда бы вы думали, первого апреля, Лен, ну, то есть это действительно значит, что ты на своем, вот, в жизни ты действительно на своем месте, ты нашла себя абсолютно, реализовалась, и это такое счастье. Спасибо. Поэтому не останавливайся на достигнутом, все будет хорошо именно в карьере, мы ждем новый клип, мы ждем новых каких-то еще интересных творческих порывов, и, кстати, о них, ведь мы поговорили, что есть мастер-класс, также ты принимал участие, вот, даже кулинарное шоу «Повари ха-ха». Да, ну, это, в общем, в принципе, мое шоу, я автор и продюсер. Ты вообще любишь готовить? Вот расскажи, как у тебя на «вы» с кухни или на «ты». Нет, я очень люблю готовить, и, конечно же, у меня есть какие-то свои фирменные блюда, то, что мне нравится, я очень люблю, ну, вот, сыр, зелень, да, это все-таки такое кавказская больше, кавказская кухня, рыбу очень люблю, и много продуктов, много блюд именно связано с этим, я люблю выпечку, и, конечно же, для фигуры это не очень, но все равно балу своих детей, много пеку, вот, и поэтому, конечно же, и кулинарное шоу «Повари ха-ха» – это тоже мой проект. Мы там и готовили, и ха-ха, то есть все смеялись одновременно, да, то есть все это было совместимым. Леночка, ну, так же корпоративы, мы не можем сказать ни об этом, то есть, друзья, если вы хотите самое уникальное, веселое, юмористическое мероприятие, вы просто не можете не позвать лучшую, ведущую в этом направлении, Лену Борщу. Да, которая еще споет песню «Кассинг», зачитает стендап, вот, а можем и кулинарное шоу «Повари ха-ха», а туда же пригласить, но не только корпоративы, потому что я еще веду свадьбы, многие об этом не знают. Мероприятия, ну, я имею в виду, в общем, да, свадьбы. Ну, понятно, да, но вот почему-то как-то свадьба, это какая-то отдельная такая, знаете, часть, вот, да, я тоже веду свадьбы, и, можно сказать, передаю свой позитив и частичку счастья молодожен. Да, еще, ты знаешь, еще это очень важно, дорогие друзья, информация специально для вас, вот, когда у вас ведет кто-то свадьбу, там, ведущий или ведущий, вот, на мой взгляд, очень важно, чтобы этот человек сам реализовался в семье, а у Лены, слава богу, все хорошо, замечательный муж, две потрясающие дочери, нашла себя в профессии, то есть этот позитив, она и вообще эту энергетику, она может передать вам, а если ведущий, например, не женат, а ему очень много лет, или непонятно его, непонятно его, да, действительно, какая-то личная подоплека, вот подумайте несколько тысяч раз, совет, так сказать, прям, совет для любви. От меня, да, лайфхак, прям, лайфхаки сейчас очень популярны прямо здесь и сейчас. Лайфхаки поперли. Леночка, скажи, пожалуйста, вот, как еще умудряешься, вот, важно, эту творческую, вот, такую карьеру, стезию, вот, личную жизнь, вот, с пониманием относится твоя половина, вот, ко всем твоим начинаниям, с поддержкой, вот. Да, мой муж Валера очень меня поддерживает, и я ему за это очень благодарна, но, конечно, бывают моменты, когда, вот, я чересчур ухожу в работу, да, и он сразу мне напоминает, там, ну-ну-ну, нужно, да, да, нужно им уделить внимание, и я, конечно же, стараюсь, да, как можно больше времени все-таки уделять семье по возможности, потому что дети были постираны, поглажены, накормлены. Ну, это как у всех у нас, да. Да, и, конечно, и тоже какой-то семейный досуг, это обязательно, чтобы, ну, семья существовала, все гармонично было, и с детьми куда-то поезд съездить, выйти, там, вот, мы недавно с дочкой ходили на мультик. На какой, может, мы тоже сходим? У меня тоже малышка и тоже дочка. Мы ходили на балерину, и самое интересное, что, ну, у меня уже такая дочка взрослая, 9 лет, скоро будет 10, а детки, которые, там, 4-5 лет, в общем, они все стали балеринами после этого мультика, они, там, кружились, задирали ножки и так далее. То есть, наш мультик удался. Да, мультик очень такой классный. Единственное, что мы ждали, у меня дочка поклонница группы M-Band, естественно, мы ждали этот саундтрек, но почему-то в мультфильме он не прозвучал, хотя очень была мощная пиар-компания, что они записали саундтрек и по всем каналам, и на Russian Music Box, я думаю, мы тоже крутили. Леночка, скажи, вот, а какая ты мама, вот, если просто эту сторону мало кто знает, и вот у нас сейчас сегодня такой эксклюзив, ну, то есть, ты, знаешь, то есть, вот, требовательная, строгая, или ты позволяешь все, разрешаешь все, как вот ты, вот, политику юмора в семье проводишь, то есть, шутишь с малышками, там, как-то бесишься, или более так, друзья, мы, мама, у вас лингвист, так что читаем, хор-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота, ну, не знаю, мама, если, как у тебя политика воспитания? Ну, у меня, конечно же, тоже и кнут, и пряник присутствуют, потому что дети чувствуют сразу слабину, как только, да, ты, там, где-то начинаешь упускать вопросы воспитания, нужна, конечно, нужна и строгость, вот, но в основном, самое главное для детей, чтобы их любили, вот я и стараюсь их любить. По максимуму. Лен, ну, а вот если выберет кто-то, вот, твое направление, также захочет потом вступить в Лигу КВН, поддержишь? Ну, да, расскажу, что могу, покажу, помогу, вот, кстати, у меня недавно дочка старшая заявила, что я хочу стать актрисой, кстати, у меня получатся шикарные драматические роли, ааа, вот, так что будем пробовать. Да, да, то есть, вот, дальше больше, то есть, вот, у тебя мечтала, мама, да, мечтала стать актрисой, ты это воплотила, а дочь, может быть, пойдет в драматическую направленность. Да, возможно. Почему нет? Это же здорово. Леночка, скажи, пожалуйста, вот сейчас конкретно, вот, вроде бы, отгремели, вот, в январе у нас такая затяжная пара праздников, все от них потом вначале празднуют, потом отходят, сейчас начало февраля, а уже все пришли в рабочую форму, и какой у тебя настрой на этот год, какую планку ты для себя поставила, каким проектом хочешь уделить внимание? Ну, я думаю, что в ближайшее время, да, то есть, вот, у меня планируется как раз стендап-концерт сольный, это, скорее всего, будет март, следите за новостями. Друзья, на официальном сайте, да, и на социальном сайте, обязательно мы еще об этом повторим. Также в марте будет у меня, да, вот, 21 марта мой мастер-класс, в апреле тоже обязательно будет мастер-класс, вот, как раз-таки, песню, надо дописать и начать снимать клип. Мы здесь презентуем, друзья, следите за эфирами, зафишем. Вот, ну, летом очень хочется, конечно, отдохнуть, ездить, ну, а там у соседей посмотрим. Да, Леночка, смотри, на официальном сайте вся информация про мастер-класс есть, то есть, там можно, да, там даже есть телефон для регистрации на мастер-класс, да, все есть. Друзья, все есть. Если вам кажется, что ваши будни очень серые, вам не хватает улыбок, или ваш юмор не воспринимают люди, обратитесь к этой девушке, она научит вас правильно шутить. Ведь юмор вообще, он продлевает жизнь, хорошее настроение, помогает в коммуникациях и во всем. Друзья, мы сейчас прервемся на видео, которое также зарядит вас хорошим настроением, энергии позитивно. Это видео от моей сегодняшней гости Елены Борщовой, а после него продолжаем общение и ждем ваших звонков. Дорогие друзья, формула юмора в прямом эфире на телеканале Юморбокс. Спасибо, что смотрите нас. А скажем еще больше спасибо, услышав вас в прямом эфире. Так что 276-29-49-49-49-5. Код Москвы. Это называется, что происходит, когда говоришь с крыговоркой. Будем вам очень рады. Телефон вверху экрана. Звоните, с удовольствием пообщаемся. Леночка, вот только что смотрели нарезку, так же, КВН. Как давно это было, а в то же время, как недавно. Вообще, тебе кажется, что прошло много времени с тех времен или это просто вчера? Ну, буквально вчера, так как последнее выступление было. Буквально вчера. В середине ноября, так что все это ощущение было. Даже почему было очень приятно смотреть. Также была такая глобальная ностальгия у всех. Все костюмы, то есть вот ваша клетка в синий, фартук или это... У меня платье было. Платье, а у ребят, по-моему, то ли комбинезон синий, да, тут какая-то... Ну и брюки там разные были. В общем, это было действительно вот такое возвращение в то, что мы любим. Можно сказать, в детство. Или кто-то на этом... У кого-то было детство, у кого-то в это время уже было отрочество. Но суть в том, что это вот было такое родное. И хочется прям чаще этого видеть. Вот какой-то, может быть, нет ли идеи, а может быть, мы сейчас ее будем посылать в космос. Знаешь, вот сделать такой... Есть премьер-лига, есть высшая лига. А может быть, сделать лигу, которую любят и ждут. Супер-высшая лига. То есть супер-высшая лига или лига, на которой вот уже, может быть, даже не в конкурсе соревнуются, но просто такие для зрителей воспоминания. Это уже будет комедий-клаб. Это уже будет комедий-клаб. Ну, скажи, пожалуйста, как у тебя сложились отношения с комедий-вумен, твое, не твое, и вообще вот... Не хочешь ли ты вообще свое шоу создать? Комедий-верно. Да, хочу свое шоу, не буду скрывать. Дружба с Семеном Слепакова. Мой же на ТНТ все-таки значимый человек. Почему что-то пока не организовать? Да, ну, возможно, да, в будущем это и будет. Да, всему свое время, как говорится. По поводу комедий-вумен, ну, конечно же, много очень, и КВН мне дал, и комедий-вумен очень дал, и очень благодарна, потому что профессионализм, он, конечно, весь, ну, всегда нарабатывается с опытом, всегда работа на камеру, да, и, ну, то есть все, что с этим связано. Вот, поэтому, ну, какая-то, да, конечно, этап моей жизни, да, прошел в комедий-вумен, а потом я уже ушла в свободное, так сказать, плавание. Моя сегодняшняя гостья, она не только потрясающий лингвист, она еще потрясающий дипломат. Я благодарю академию, всех критикам, друзей, кто мне помогал или нет. Плянусь, ну, расскажи, в каком... Жизнь, она длинная, знаешь, в каком коллективе, вот так уже между нами девочками, тебе проще было работать с мужчинами и талантливыми, или вот все-таки с женщинами? Знаешь, и там, и там были свои плюсы и минусы, да, и я вообще поняла, что, наверное, просто я такой человек, мне нужны новые люди постоянно, новые уши, новые глаза. Вот, поэтому, конечно, долгое время работать в одном коллективе, это все очень сложно, честно скажу. В общем, Лен, надо вот что-то свое шоу, это прямо, знаешь, у нас в этой светлой студии сбываются вообще мечты, потому что свет вообще... Да, я просто, кстати, смотрю на светлую студию и понимаю, что все-таки надо было мне не в белое одеваться, потому что я такая вся слилась. Я еще хотела, кстати, брюки белые. Тогда бы я была человеком-невидимкой. Друзья, а у нас прямо сейчас, Лен, звонок в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, зовут Елена, я, кстати, ваша тезка Елена. Очень приятно видеть вас в эфире, вы такая веселая, заводная, очень интересное, так сказать, интервью. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Какой вы видите свою жизнь через 20 лет? Спасибо большое. Какой еще раз вопрос? Какой вы видите свою жизнь через 20 лет? Вот так вот, на веках. То есть мне будет 55? Тогда-нибудь через 20 лет. Да, ну, что хочу сказать, наверное. Так вот, да, конечно, это очень, очень, очень... Нет, ну сейчас проверим наши чары, через 20 лет вспомнить, что, представляешь, вот, загибались с тобой пальцы, и это сбылось, и это. Но самое интересное, что вот у нас в школе был тест, какой вы видите себя через 10 лет, то есть мне было тогда 15, и я сказала, что в 25 лет, что я живу, ну, даже в Москве или в крупном городе, я сказала, что у меня есть машина, квартира, муж. Вот не помню, да, про ребенка было или что-то такое, ну, в общем, практически все сбылось, то, что вот я загадала, потому что, да, к 25 годам у меня было, да, ребенка я родила, ну, 25, там, буквально, там, скоро мне исполнилось 26. Через 20 лет, ну, наверное, я вижу себя такой же успешной, да, может быть, не, может быть, успешной уже не на сцене, может быть, да, может быть, у меня будет какое-то дело, бизнес, вот. Но я уверена, что я буду такой же активной, потому что я люблю путешествия, я люблю общение, я думаю, что, ну, и дети, конечно, у меня уже подрастут, будут радовать меня. И будем ходить на премьеры, да, вот у нас маленькая, почему бы не стать актрисой, вернее, старшая, да, сказала? Да, 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 старшая. И почему бы нет, мечты сбываются, я думаю, что мама оценит по-достоинству, а может быть, порой скажет, а тут надо было, так сказать, вывернуть эту штуку под руку. Да, да, а младшая у меня пока что делает, танцует и дерется, и вот я думаю, а будет он либо танцором, либо каратисткой. Ну, это все очень здорово, главное, чтобы здоровы были, радовали родители. Леночка, скажи, пожалуйста, вот нам писали на форумах, вот если сейчас нас, может быть, смотрят, у нас вообще молодая аудитория такая, так сказать, подростковая, люди, которые вот не знают, как вот прийти вот в КВН, хотят, не знают. То есть вот как вообще вот сейчас устроена эта вот схема, вообще вступить в клуб, то есть понятно, что это сразу не премьер, не высшая лига. Друзья, мы сразу развеемся мифы, если будете писать Лене в социальных сетях, Лена, как мне попасть на сцену Кремля и выступить, как вы? Для этого нужно пройти огромный путь, но вот с чего начать? С чего начать? На самом деле ничего особо не поменялось еще с тех времен, когда я пошла. С тех времен? Нет, ты так прямо сейчас скажешь. С тех времен, а это было, на самом деле, уже 17 лет назад, между прочим, да, то есть я начала играть в КВН многим, наверное, зрителям столько лет. Вот, ладно. Нужно, конечно же, во-первых, собрать команду единомышленников, потому что, ну, все равно разным людям нравится разное. Есть команды, которые очень много танцуют и поют, есть поклонники такого английского юмора. Юмора, в том числе, как и моя сборная Пятигорска. И, конечно же, ну, попробовать выступать на своем уровне, да, в университете, в школе, где есть возможность, чтобы посмотреть, ну, правильно ли вы делаете то или другое. Потому что самая главная оценка – это зрительская оценка. Если зрители будут смеяться, значит, вы на верном пути. А потом, конечно же, обязательно нужно съездить на зимний фестиваль в Сочи, чтобы вас уже оценили профессионалы. И, возможно, вам предложат, ну, может быть, да, не премьерку, не высшую лигу, потому что все равно должны набраться будете опыта. Ну, какую-то из официальных лиг, где вы поработаете уже с известными редакторами, потому что многие редакторы – это вот бывшие звезды КВН, они работают в разных лигах. И наберетесь опыта. Ну, да, да, да. Алиночка, у нас звонок в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, очень вам рады. Мария, Елена, добрый день. Меня зовут Анастасия. Заню вам из Москвы. Хочу узнать у Елены, если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы вы три желания загадали? Отличный вопрос. Спасибо вам большое, Анастасия. Вам хорошего настроения и всего самого лучшего. Ну, это как в анекдоте, да? Давай вначале анекдот. А потом рядом в жизни. Да, ну, в общем, первое желание надо загадать, чтобы рыбка осталась у тебя навсегда, исполняла все твои желания. Все твои желания, тогда ты уже не будешь жалеть, да, что ты что-то не загадал, что-то упустил. Вот, ну, наверное, если уже говорить серьезно, то, наверное, во-первых, я хотела бы загадать, чтобы все мои близкие и родные были здоровыми. Вот, во-вторых, наверное, да что там уже во-вторых и в-третьих, наверное, здоровье это вообще самое главное, а мы все сами всего добьемся. Так что, да, рыбка, дай здоровье, а мы уж, как говорится, за целую не постоим, отпустим тебя, и ты еще будешь приносить многим счастье. Леночка, скажи, пожалуйста, вот мы говорили вот так вот о фильмах, вот ты сказала, что ходили с детишками, а вообще вот ты свой досуг как обычно проводишь, если это вот, например, ну, не только с детьми, а вот что любишь делать, ходить в кино, ходить там в спортзал, форма потрясающая, или там, например, готовить, читать книги, смотреть фильмы, вот какой он твой отдых, досуг, времяпрепровождение, когда может быть. Ну, спортзал это работа, это каторга, я называю это после родов, знаешь, я поправилась на 30 килограмм, я назвала 5, назвала 5, иду я в камеру пыток, это будет все это так. Да, ну, на самом деле, самое главное заставить себя пойти в спортзал, вот, а там ты уже, ну, по-любому, да, что тогда сделаешь, особенно, если с тобой рядом тренер, который тебя ведет, да, у меня мой тренер, это мой муж, вот, кстати, у него тоже есть инстаграм, Валера супертренер, он там выкладывает разные упражнения. Выглядит в потрясающей форме, когда у вас двое замечательных деток, это тоже непросто, поэтому подписывайтесь. Кстати, сразу после вашего эфира я еду к нему на тренировку. Да, сегодня у меня ноги, это жесть, я буду приседать со штангой. Ноги, ноги, а ноги, это важно. Смотрите, опять же, в сториз выложу свое приседание. Да, друзья, вас там уже к 100 тысячам приближается, мы сейчас посмотрим. Количество, да, а так вообще досуг очень, конечно, люблю почитать, чтобы... Что читаешь? Книга, которую сейчас читаешь? Сейчас читаю Манюня книгу. Не слышала. Нарине Абгарян написала, вот, я просто на самом деле начала читать ее другую книгу, мне подарили, а как-то она у меня не пошла. У меня подруга, которая перечитала ее всю, сказала, что все-таки тебе надо начать сначала, хотя бы там прочитать Манюню, еще какую-то книгу, и уже потом приступать к третьей книге. Вот, поэтому я следую ее совету, читаю. Очень, кстати, веселая книга, очень позитивная, немножко детская, конечно, но очень поднимает настроение. Вот, люблю гулять, люблю тоже вот и в кино сходить. Просто даже погулять с детьми, это тоже всегда радость, всегда приятно. Бассейн, плавание, джакузи, хамам. Вы такой, я сейчас сюжетову, как бы тоже хорошо. Друзья, нам очень хорошо в вашей компании, и сейчас специально для Лены, а точнее даже не так, для старшей дочки Леночки, для Марты, которая очень любит группу M-Band. Может быть, если она сейчас смотрит, мы покажем клип на песню, к фильму «Балерина», саундтрек, который не показали почему-то в кинотеатре, но мы обязательно покажем специально для Марты. Друзья, ну и для вас, конечно, смотрим. Друзья, вот смотрите, сейчас уникальное явление. Мы сегодня выходим с Леной в эфир и там и тут, на телеканале Юморбокс, популярные сети Инстаграм, так что смотрите нас везде, задавайте ваши вопросы. Вот я вижу столько сердечек, все пишут, что узнали, что нравится. Я вас тоже люблю. Да, Лена, кстати, сказала, что она еще не выходила в прямой эфир. Лен, ну надо это исправить. После нашего прямого эфира выходи, пожалуйста, в свой Инстаграм. Кстати, какой у тебя Инстаграм? Еще раз вот для всех телезрителей. Да, Лена Борщова, в одно слово. И Лена Борщова выйдет сегодня в прямой эфир. В малиновой шляпе. Не только на Юморбокс, но она выйдет в прямой эфир еще у себя в популярной сети Инстаграм. Друзья, мы вынуждены с вами попрощаться здесь, но если вам интересно продолжение нашей беседы, а самое интересное впереди, включайте, пожалуйста, телеканал Юморбокс либо на ваших телевизорах, либо онлайн вещания. Вы снова увидите нас с Леночкой. Так что не прощаемся. Лен, хочется еще поговорить о том, что... Вот смотри, мастер-классы... Друзья, перечисляю, если вдруг вы только что включились. Мы говорим сегодня о том, вот Лен чем занимается. Мастер-классы, ближайшие в марте. Вся подробности на личном сайте Елены. Также собственное шоу. Безусловно, багаж тот, глобальный багаж юмора, который был этой КВН и Comedy Woman. Скажи, вот нет ли вообще у тебя желания, учитывая, что ты лингвист, дипломат и вообще очень творческая личность, написать книгу? Где-то сейчас так модно. Нет, ну правда, Лен, знаешь, мой путь, my way. Да, да, да. Для моего пути, я считаю, что еще пока рано, да, еще мне нужно поработать. Вот, кстати, это же на вопросе плюс 20 лет, да? Да, кстати. Может быть, Лен, я же вполне-вполне, вот, а так вот именно по юмору, да, мне предлагали написать книгу, вот, но пока я тоже немножко оставляю, да, себе еще время, чтобы подумать над этим. Леночка, ну вот знаешь, потому что вот как стать звездой, когда тебя показывают каждый день? Это, конечно, все очень здорово, но вот как действительно, когда ты человек абсолютно вот поднимался по ступеням непростой лестницы, потому что действительно, вроде бы, все хотят шутить, но все могут, но если хотите научиться, обращайтесь к линиям. Вот, понимаешь, то есть я говорю, что книга была бы уникальна во многом, то есть вот я не знаю, кто-то из квенчиков еще занимался подобным, то есть вот действительно, как найти себя именно в таком вот непростой сфере? Нет, почему непростой? Ну, потому что это же действительно любовь зрителей, вы заслуживали вас, еще раз повторюсь, это не популярное шоу, которое идет десяток лет, и когда люди зомбируются же, просто каждый день показывают. Я была на мастер-классе у Владимира Владимировича Познера, и очень был интересный мастер-класс, и завершил он тем, что он сказал, что вы знаете, вот я прям цитирую, ничего от себя не добавляю, он сказал, знаете, что вот если заднюю часть лошади показывать каждый день, через какое-то время будут узнавать и здороваться на улицах, то есть люди привыкают к тому, что им показывают каждодневно. Поэтому вот как заслужить любовь, когда все-таки не каждодневно, но вот в точку, вот это сложно. Как ты считаешь? Ну, я считаю, что все-таки надо верить в свою мечту, доверять своей интуиции и работать, 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 потому что мне очень нравится высказывание такое философское, что то, что ты имеешь на данный момент, это то, что ты делал вчера, то, что у тебя будет завтра, это то, что ты делаешь в данный момент. Поэтому даже если, ну, то есть у тебя там все сейчас хорошо, да, это не повод расслабляться, нужно делать что-то новое, пробовать себя еще в чем-то, да, и, конечно же, делать выводы, то, что тебе нравится, ставить цели, задачи и выполнять их. Друзья, это просто sweet американское, знаешь, как раньше в американских фильмах было, что верьте в себя, у вас все получится. Нет, у нас только русское настроение, дух, патриотизм, мы любим нашу страну и просто вот вам, вам такую мотивацию красивую. А у нас звонок в прямом эфире, чего мы не сказано рады, наши телезрители активизировались. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слышим. Алло, здравствуйте, меня зовут Светлана, я вам звоню из Москвы. Очень приятно наблюдать двух потрясающих девушек. Скажите, пожалуйста, у меня такая проблема, мой муж совершенно без чувства юмора. Вообще, есть ли какие-то варианты воспитать в нем хотя бы немножко чувство юмора? Потому что без чувства юмора, честно говоря, не знаю, нам так сложно жить, и мне кажется, скоро наш брат рухнет. Скажите, может быть, пару секретов, потому что у вас потрясающее чувство юмора, и все-таки мужчина должен обладать каким-то чувством юмора. Спасибо большое. Светочка, спасибо вам за вопрос. Больше оптимизма. А если нет юмора, вот чувство юмора у супруга на мастер-класс к Елене, просто это must-have для вас. Не, обязательно, конечно, приходите на мастер-класс, но это должно быть желание, конечно, ну, прежде всего вашего мужа, потому что у меня был случай, когда все сидят, в общем, на мастер-классе, и один человек сидит такой насупившийся. Я говорю, ну, а в начале у нас знакомства, я говорю, что вас привело на мастер-класс, и расскажите о себе. Он говорит, мне его подарили мои коллеги. В общем, он был такой зажатый, закомплексованный, потом мы его раскрепостили, да, и он отлично провел время. Еще какие советы, то есть попробуйте все-таки, ну, не может быть такое, что у него нет чувства юмора, попробуйте выяснить, что ему нравится, то есть попробуйте показать ему, там, не знаю, те видео, передачи, программы, которые нравятся вам, да, и, ну, понятно, что не у каждого человека совпадает именно сфера интересов, и я всегда говорю, что, во-первых, для того, чтобы развить чувство юмора, нужно развиваться всесторонне, да, не просто интересоваться, не знаю, там, компьютерными играми или спортом, да, а нужно интересоваться и общественной жизнью какой-то, и, не знаю, там, новостями, да, и спорта, и шоу-бизнеса, просто, чтобы понимать эти шутки, да, потому что, вот, в КВН обычно такие злободневные шутки, там, не знаю, про Собянина, вот, поэтому, конечно же, нужно вам развивать своего мужа, да, друзья, я тоже... Старайтесь, потому что, конечно, без чувства юмора очень сложно какие-то бытовые даже эти же самые конфликты, вроде посмеялся... Ну, и на мастер-класс к Елене, прям вот, скоро 23 февраля, Светочка, специально для вас. Отличный подарок, да, правда. Отличный подарок, да. Да, ближайший мастер-класс, правда, 21 марта. Ну, а подарить-то можно на 23 февраля, так что хороший подарок как раз имеет свой срок выдержки. Да, ну и удачи вам, конечно. Да, держитесь, но вообще больше позитива, Светочка, желаем вам, поэтому все получится. И смотрите больше Юрбокс, мы настроим вас на волну хорошего настроения, и мужу, кстати, можно также порекомендовать. Скажи, пожалуйста, вот, пока наши телезрители формулируют свои вопросы, я немножко подключусь. Вот как ты считаешь, вот, после нашего сегодняшнего разговора, правильно ли я поняла, и, может быть, наши телезрители, что действительно юмор – это не пустота. Вот даже в КВНе за этим стоит глобальное образование разных людей. То есть в команде, там, лингвисты, наверняка очень… Я просто читала биографии многих КВНчиков, мне было действительно это очень интересно. У нас фармацевты еще были. Экономисты, математики, врачи, люди из разных, да, вообще, причем очень сложных профессий, которые вот решили все это объединить, это такой искусство к энергии. То есть эти шутки, они имеют под собой глобальный багаж знаний. То есть если знаний нет, сложно шутить. Есть такое, наверное, выражение «плоский юмор», что он глупый, я не знаю, есть такой, да, наверное? Есть. А юмор вот именно интеллектуальный, вот он, мне кажется, очень всегда редкий и востребованный. Да. И еще есть очень хорошее выражение, которое мне нравится, что «самая смешная шутка та, финал которой вы не смогли предсказать». Друзья, самая смешная шутка та, которая финал вы не смогли… Да, потому что когда вы смотрите, да, какой-то шуткой, понимаете, а, сейчас он сделает вот это или вот это, то есть вы уже как бы, да, ну, это слишком просто, это вот как раз-таки плоский банальный юмор, а когда заканчивается так, что вы ничего себе и смеетесь, да, то есть вы осознаете, что это действительно неожиданно, парадоксально. Вот, поэтому это здорово. Блин, сейчас я попробую пошутить. А ты сможешь это предсказать? Ну-ка, давай. У нас звонок в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас очень рады слышать. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Да, меня зовут Дмитрий. Что? Я вот хотел спросить у Елены, если бы у вас была возможность сменить пол, вот чем бы вы занимались? Простите, а как вас зовут? Я просто не расслышла имя. Дмитрий. Дмитрий, спасибо вам большое. Откуда вы нам звоните, Дмитрий? Балашиха. Балашиха, Московская область. Спасибо, Дмитрий. Сейчас я подумаю, сложный вопрос. То есть сменить пол, то есть все, дискриминация, да, понимаете? Почему люди подписываются? Феминистки, да, почему существует? Потому что согласно, в некоторых профессиях, конечно, мужчинам проще себя реализовать. В некоторых профессиях, к сожалению, да, опять же, такая ситуация складывается. Но я не знаю, я, честно, настолько комфортно себя чувствую женщиной, что мне сложно представить, вот, сменить пол, не знаю, если бы я сменила. Ну, давай представим на один день, вот, например, если развить, вот, например, смотри, вот, завтра, знаешь, вот, есть любимый мультик Шрек, там, в каком-то, по-моему, третьей части, у него все, вот, на один день, его жизнь семейная, такая счастливая, приходит вообще, что он становится свободностью. Ну, давай представим, что на один день мы с тобой становимся мужчиной, вот, просто на один день, а потом все возвращается на круги свои. То есть, вот, мужчины, что бы я бы делала? Я бы даже, не знаю, Глеб, вот, вот, правда. Ну, пошути. Если сможешь. Так. Ну, ты пошла в спортзал, стала бы качать это железо, потому что бицепс бы, наверное, там. Нет, ну, наверное, да, мышечную массу я бы, как минимум, увеличила, потому что ели. Ну, на самом деле, есть к этому предрасположенность, но просто нет смысла, если ты женщина такая хрупкая. Да, но касательно профессии. Пошла бы в бар с парнями, не знаю, что делает бар. Нет, я просто помню, что девочки, там, вот, из Ковени Вумын, они говорили, что, Лена, если бы ты была парнем, ты бы просто все девчонки были бы твои. Вот, наверное, да, наверное, я бы стала пикапером. Почему бы я? На один день. У меня был бы мастер-класс по пикапу. Тем более, я хорошо знаю женскую психологию, поэтому, наверное, я бы занялась этим. Но, по-любому, это было какое-то все равно публичное выступление и общение с публикой. Ну, спасибо вам, Дмитрий, за такой неординарный вопрос. Это ж надо было такое придумать. Но вот наши телезрители такие неординарные. Нет, ну, действительно, нестандартно, а очень, не то, что ваши творческие планы на ближайшие, а вот такие вот. Про творческие планы уже все рассказали, люди уже ломают голову, что еще спросить. Друзья, ну, мы напомним вам телефон прямого эфира, мы еще будем в эфире, сколько мы будем в эфире? В эфире мы будем 17 минут, у вас есть возможность еще что-то порасспрашивать у Елены. 276-29-49, код Москвы 495, а прямо сейчас смотрим клип Даяны Брют. В небо не переключайтесь, еще самое интересное впереди. Друзья, для тех, кто вновь или только что включил телеканал в юмор бокс, я напоминаю, что в прямом эфире программа «Формула юмора». Сегодня с потрясающей Еленой Борщевой разгадываем эту ту самую формулу и отвечаем с удовольствием на ваши вопросы, комментарии, поэтому звоните по телефону 276-29-49, код Москвы 495, мы ждем. И вообще уже хочется немножко подорачиваться, Лен, а вот, знаешь, уже не хочется, вот, как вы считаете, вести такую беседу в ходе? Ты же была на мастер-классе у Познера. Вот, знаешь, там все сидели в таком образе, да, я хотела задать вопрос, мне не дали, потому что не знаю почему, может быть, посчитали, что долго буду говорить. Надо было сменить пол, да, советовал наш телезритель. Да, там все было очень, знаешь, такая обстановка была очень камерная, серьезная, если можно применить это слово, да. Ну, в общем, все было так очень официально, чинно и благородно. Вот скажи, а вот на твоем мастер-классе какая вообще царит атмосфера? Вы там дурачитесь. Вот, с другой стороны, знаешь, конечно, ты сейчас не скажешь это, потому что ты скажешь, приходите на мои мастер-классы, я вам все расскажу. Но вот как можно научить юмору? То есть это какие-то, ну, приоткрою какую-то интригу, то есть это какие-то советики или какие-то делайте сценки. Есть и советы, есть и советы, есть определенный набор правил и приемов, о которых я рассказываю, и мы сразу, ну, показываю примеры, да, рассказываю, и мы сразу их пробуем. То есть это еще и тренинг, то есть каждый человек может попробовать себя, попридумывать шутки, да, и есть и домашнее задание, да, то есть попробуйте вот это, вот это, вот это сделать, и потом уже там кто-то в отзывах, в комментариях пишет, что да, вот у меня получилось, вот я вот это вот попробовал. Кто-то приходит второй раз, приводит друзей. Сколько уже выпустила в жизнь юмористов? На самом деле мой мастер-класс, получается, вот в марте 2012 года я начала, да, это уже исполнится пять лет, как я веду мастер-классы. Много людей ко мне пришло, да, и я жду еще, кто не был, приходите. Да, друзья, приходите, будет интересно, а пока еще мы в эфире, если интересно, задавайте вопросы. Лена, скажи, пожалуйста, вот твоему зрителю, который с тобой уже на протяжении 17 лет, хотя тебе всего 18, как может с тобой 17, это, конечно, ты уж загнула, но нет, вот действительно, те, кто любят самых вот тех ранних выпусков КВН, и до сих пор следят за твоим творчеством, ну, что бы хотела сказать именно им, вот если сейчас они смотрят и ждут. Спасибо, что вы со мной! Причем это была, Лен, а знаешь, а я, как говорится, шутка, которую можно, да, предсказать, или нельзя, мы сегодня говорили об этом, я ждала там, друзья, спасибо, что вы со мной. Я ценю его. Я продолжаю быть непредсказуемой. Непредсказуемость – это ее главный конек, как и творчество, юмор, обаяние и бесконечный позитив. Лена, ну вот в семье ты, вот в постоянной жизни, ты такая легкая, веселая. Вот бывает, знаешь, вот ко мне приходило очень много людей, которые действительно так же профессиональные юмористы, пародисты, они говорят, нет, мы так устаем на сцене, вот пародия и все, мы дома очень спокойные. И я вот даже пыталась, говорю, ну, давайте посмеемся. Ой, что-то так не хочется. Давайте пошутим, как-то повеселимся, подурим. А вот у тебя как вот в жизни? На самом деле я тоже сталкиваюсь часто, когда особенно новая какая-то компания, ты приходишь, и все ждут от тебя, что вот сейчас ты начнешь сыпать шутками. Конечно, если, ну, то есть, есть ситуация, в которой нельзя не пошутить, и в этих ситуациях я обязательно шучу. Конечно, мы все устаем, бывает и просто, что, да, я в таком, нахожусь, в таком легком коматузе, да, но со мной рядом мой муж, который просто тоже моя зажигалка, вот, и он меня как-то тормошит тоже, и придает мне силы, и говорит, так, Лена, все, не спи, все, все, давай, 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 что-то делать дальше. Да, да, заряжает, вот, поэтому, конечно, по-разному, по-разному бывает, и дети тоже, они, конечно, ведь невозможно быть, да, какими-то нудными людьми, потому что они всегда, особенно, ну, маленькая дочка, она очень удивляет и своей мимикой, и своими поступками, сейчас она начала разговаривать, и она просто, вот, у нее рот не закрывается, там, кто-то ее не понимает, но я-то понимаю, что она говорит, и она говорит все, что видит, вспоминает вчерашний день, в общем, поток просто мысли. Такие мысли искренне, нежные, настоящие. Леночка, ну, то есть, вот, сегодня говорили обо всем, и самое важное все-таки, Елена, формула юмора, с чего мы начинали? Вот, если так сказать, вот, твоя собственная формула юмора, тиреформула жизни, которая тебе, вот, присуща, и которой ты следуешь? Во-первых, самое, самое, наверное, главное, это уметь посмеяться над собой. Потому что умеет смеяться над собой, друзья, только очень уверенные в себе люди, кстати. Да, и это, наверное, самое главное, потому что, и даже если кто-то, да, будет как-то вас, не знаю, подкалывать, то есть, если вы ответите, да, на это шуткой, именно про себя, скажите, да, да, я такая, вот, но это, все равно у меня есть какие-то там преимущества, вот, я часто тоже шутила там про свои какие-то, да, там, не знаю, про уши, что только не было у меня шуток, вот, и, конечно же, нужно принимать и любить себя, вот, наверное, наверное, это самая главная формула. Лена, бывало такое, что когда ты шла по улице, может быть, еще вот в те времена, когда вы прямо национальный герой были любимцы всей страны, то есть, вот, говорили, о, это же Елена Хулина, Санта-Мария де Лагер, или такое бывает и прямо сейчас, вот, вот, прям люди, вот, цинческие образы всегда не воспринимали? Ну, я, да, я часто, на самом деле, слышу, замечаю, ну, то есть, есть люди, конечно, которые, ну, подходят, да, просят сфотографироваться, автограф, вот, есть, которые где-то там за спиной как-то шушукаются, да, даже кто-то тайно фотографирует, вот, так делать не надо, лучше подойти и спросить разрешение, вот, ну, и часто тоже муж говорит, говорит, вот мы прошлись, и говорит, это эта ушастая из КВН, вот, или, о, Хулина пошла, вот, то есть, знаете, как тепленькая пошла, как Хулина пошла. Конечно, да, узнают, и сейчас, вот, с появлением соцсетей, у всех, конечно же, то есть, раньше, если фотографироваться, это нужно было, чтобы у тебя с собой был фотоаппарат, да, то есть, сейчас у всех телефоны с камерами, и, конечно, селфи-селфи-селфи-селфи в Инстаграм, я, ну, в основном, если я только там никуда-то не опаздываю, я всегда, конечно, фотографируюсь, стараюсь уделить время своим фанатам, вот, но если выкладываете в Инстаграм, то отмечайте. Да, друзья, время прямого эфира, вот, неумолимо бежит к концу, но мне хочется еще напомнить вам, что чей, март, какое число, чей, 21 марта. Друзья, 21 марта, мастер-класс, мои потрясающие сегодняшние гости, Елены Борщовой, талантливой актрисы, КВНщицы, уникальной девушки, которая научит вас самому важному, как развить в себе чувство юмора. Да, юморить, быть веселым и счастливым человеком, поэтому, если у кого-то есть какие-то сложности, или вы просто жаждете интересного общения, просто провести весело время, приходите на мастер-класс 21 марта, запись на этот мастер-класс на официальном сайте Елены, еленаборщова.ком, да, или Елена Борщова. Нет, просто борщова.ком. Борщова.ком и еще в соцсети, чтобы все люди знали, у нас 100 тысяч должны. Да, Инстаграм, да, Елена Борщова. Фейсбук, ВКонтакт, Елена Борщова. Друзья, в общем, мы желаем вам провести эти выходные с юмором, позитивом, хорошим настроением. Наша формула юмора сегодня для вас, мы ее разгадали в компании с потрясающей Еленой Борщовой. Меня зовут Маша Ост, увидимся на следующей неделе на канале «Хорошего настроения» на Юморбоксе. Всего вам самого доброго и пока-пока. А с половиста, бейбис.